В Красно-Коммунарской школе второй день учебы. Идет очередной урок. Третьеклассники постигают азы математики, ребята постарше изучают творчество Цветаевой. Словом, обычные школьные будни. Школьные коридоры пока пустынны. Во всех классах идут обычные занятия. О том, что случится здесь уже буквально через несколько минут, знает только ограниченное число посвященных. Мирное течение урока нарушает пожарная тревога. И с этого момента нельзя терять ни минуты. Ходим, строимся на стадионе. Быстро, но без суеты, спокойно и без лишних эмоций. Малыши вперед, старшеклассники следом. Эвакуацию каждого класса контролирует учитель, попутно объясняя, что необходимо делать. Дети должны знать, как себя вести во время экстренных ситуаций. Они должны быть мобильны, не торопиться, но действие производить быстро и активно. Впрочем, на этот раз обошлось без накладок. Уже через две минуты здание опустело. После короткой переклички стало ясно. Эвакуированы все. А значит, с новыми знаниями можно будет вернуться за парты. Не торопиться, как-то не бояться. Сразу организованно выходим со школы, с класса, с учителем, все вместе. Главное не переживать, не волноваться. Просто идти спускаться вниз на спортивную площадку. Оперативность и слаженность действий при эвакуации контролируют сотрудники МЧС. По словам спасателей, в такие моменты главное не дать развиться паники, которые приводят к фатальным ошибкам, чреватым гибели людей. Первое – это суета. Второе – не задействуют все выходы, какие есть в школе эвакуационные. И третье – персонал неграмотно действует в случае возникновения пожара. Это не открывает вторые створки дверей. Это не направляет пути эвакуации детей. Под конец в дело вступает подоспевший пожарный расчет. Учебный пожар в учебном заведении успешно ликвидирован. Виталий Сапожников, Виктор Грашенев. Наше время. Сакмарский район.